Итак, всем здорова! Сегодня вы увидите самое короткое видео про питание для эктоморфов, которое когда-либо существовало на ютубе. Итак, ну значит завтрак. Что можно сказать про завтрак? Необходимо углеводы, сложные углеводы. И поэтому первое питание не творог, нет, а овсянка. Вы скажете, я чередую творог и овсянку. Когда я ем творог, когда овсянку, я вам скажу, нет, надо сразу есть овсянку. С первого залпа, с первого захода. Только овсянку. А чтобы также у вас были белки, нужно 2 вареных яйца и кусок сыра. Ну, грамм 50, как стопочка. Да, ну смотрите, то есть у вас будут одновременно и углеводы, и белки. Смотрите, овсянка, неважно, на воде, на молоке, в эктоморф, вам лишние жиры, не жиры, калории, это вообще пофиг. Вы сухие, ребята. Ну и, получается, яйца с сыром, они восполнят ваши белки и углеводы с овсянки, естественно. Второй прием пищи часа через 2,5-3. И, в принципе, все приемы пищи должны быть часа через 2-3 весь день, чтобы вы не голодали. Иначе откуда у вас пойдет, так сказать, энергия из мышц, правильно, значит, это нам не нужно, нам надо быть сытыми, поскольку, поскольку у эндоморфов, мезоморфов, это идет из жиров, которых нет у эктоморфов, правильно, правильно. Значит, второй прием пищи, это будет творог, не знаю, чем закусить, хлебом можно, не хлебом, также, также, про обед. Обед, это, естественно, крупы, рис, греча, макароны, те же самые сложные углеводы, мясо, кстати, тоже необходимо, можете принимать рыбий жир, тоже неплохо, если у вас нет рыбы. И, что еще можно сказать, это, конечно же, несколько приемов пищи еще после обеда, наверное, 2-3. Также витамины можно пить, но это уже на ваше усмотрение, никаких белковых смесей, особенно в начале тренировок, вам пока белков и всего прочего хватит из обычной пищи, тех же круп. И, что, если вечерком захотите еще перекусить, можно орешков сбацать, тоже белочек. Ну и на этом все, с вами был Костя Шварценеггер, так что всем пока, до новых встреч.